Всем привет, ребята! Я нахожусь в этом чудеснейшем месте, на меня палит сибирское солнце и я сегодня решил снять продолжение серии топ 10 инстаграмов, но среди русскоговорящих рестайлеров. У нас будут и украинцы, и белорусы, и русские. Возможно, еще кто-то из стран СНГ попадет. В общем, вы поняли суть данного видео, поэтому приятного просмотра. Будем смотреть и знакомиться с нашими инстаграмщиками. И начнем сразу с 10 места. На 10 месте расположился у нас супер хардкорщик в стиле ловеры. Это Алексеев Тимур. У меня тут небольшой списочек, я буду им пользоваться. И сразу же смотрим аккаунт Тимура. У него 2946 подписчиков, он у нас на 10 месте. Это у нас чемпион мира в дисциплине Макс Ван. И что я хочу сказать Тимур, если Тимур смотрит это видео. Тимур, мы хотим больше кадров. Всего 48 публикаций, это довольно таки мало. Так что давай, Тимурка, мы ждем, ждем, ждем. Едем дальше. 9 место. На 9 месте расположился фристайлер, которого зовут Артур Ахметов. У него, на мое удивление, у него очень много подписчиков. Это 3433 подписчика. 9 место. Публикации прилично. 232 публикации. Кадров мало. Я вот прямо сейчас смотрю. В основном это фотографии фристайлерского содержания. Лайков у него около 100 почти на каждой фотографии. Ну, довольно таки интересный инстаграм. 8 место. И человек знаком не всем. Московские фристайлеры. Все, кто занимаются очень давно, знают этого человека. Этот человек занимал у нас, по-моему, третье, либо второе место на самом первом Red Bull в Москве. И это же, конечно же, Жан-Пьер Попен. Жан-Пьер Попен у нас на 8 месте. И у него 5060 подписчиков. Привет, Попен, если ты видишь это видео. Попен у нас занимается популяризацией уличного футбола, панны, ну и фристайлы как такового. Попен у нас из команды Street Madness. Все пацаны крутые. Попена я знаю лично. Он очень крутой чувак. Ребята, инстаграм у него довольно таки приличный по количеству и подписчиков и публикации. Поэтому очень много публикует, очень часто публикует. Смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь на Попена. На седьмом месте в топ-10 инстаграм среди русскоговорящих фристайлеров расположился ваш покорный сугла Тёма Фристайл. У меня 5808 подписок. Я, честно скажу, очень активно занимаюсь развитием своего инстаграма. Стараюсь публиковать туда и фотографии, видео. Мой инстаграм направлен на несколько тематик. Это и фристайл, в основном это спорт. Фристайл, здоровый образ жизни, там качалочка, велосипеды и всякие активности. Поэтому, если кто-то еще не подписан на мой инстаграм, конечно же, подписывайтесь. Ссылочка у нас будет вот здесь. Переходим к шестому месту. Скажу вам так, что у нас как-то не густо с подписками среди наших фристайлеров-то. Вот у нас шестое место и Саша Турлаков 5981 подписка. Не густо, не густо по сравнению с европейскими фристайлерами, но шестое место среди десяти самых популярных русскоговорящих фристайлеров. Турлаков и Алекс. Двести восемьдесят шесть публикаций. Сашка у нас шестикратный чемпион России по фристайлу. Как мы знаем, это в разных турнирах, в разных номинациях. Совокупность всех побед. В основном одни фотографии. Приличные встречи с Сашкой. Помню, что он рассказывал, что собирается публиковать каждый день. Саша, я жду, где эти публикации. Всего двести восемьдесят шестьдесят восемь постов. Это очень мало. Это мало. Давай больше фотографий. Публикуй. Фанатов у тебя много и по всему миру, и в России. Поэтому все ждут качественного контента. Вот так вот быстро мы перешли уже к пятому месту. Это человек, который на последнем чемпионате России демонстрировал высочайший уровень в фристайле. Он занял у нас первое место в дисциплине СИК-3. В челленджах он тоже занял второе место. Это Антошка Павлинов из Тюмени. Антон, привет. Шесть тысяч пятьсот одна. Подписка. Посмотрим его инстаграм. У-у-у. Пятьсот девяносто три публикации. Антон у нас часто публикует. Интересный инстаграм. Недавно он был у нас в Китае. Здесь у него есть и фотографии, и кадры. С Дэниелом я вижу. В Москве вот фоточки. С РФФК у нас фоточки. Классный инстаграм. Я люблю такие инстаграмы. Они есть, хэштеги есть. Павлинов. Красава Антоха. Заслуженное пятое место. Я надеюсь, через некоторое время у него будет больше подписчиков, а он выйдет у нас в топ-3. Дальше у нас четвертое место и очень интересный человек в мире фристайла. На четвертом месте у нас человек, которого знают очень много людей, как во фристайле, так и вне фристайла. Многие начинают заниматься из-за его видео. И это же, конечно, Игорь Олейник. Олейникард, его ник в инстаграме. Активный инстаграм-аккаунт, но могло быть и лучше, потому что у Игоря всегда качественный контент, но всего 212 публикаций. Как можем понимать, это не так много. Соответственно, публикуют он, может быть, раз в неделю, раз в две, бывает и чаще. Последняя публикация с кадра с РФФК у нас был 6 дней назад. Вот, соответственно, 6 дней. Сегодня у нас 7-ое идет, поэтому давай, Игорек, если видишь это видео, я жду Special For Me и для наших зрителей, которые смотрят это видео, какой-нибудь классный кадр или же фотографию. Игорь Олейник и 4-ое место в топ-10 русскоговорящих инстаграмов фристайла. Третье место и, возможно, самое неожиданное место, а может быть и ожиданное, в принципе, у Руслана Шаталова очень интересный инстаграм, потому что Руслан у нас гнет свою линию, я бы так назвал это. Савлов R21, 10600 подписчиков. Это первый человек, который пересогнул линию в 10 тысяч. Он тренер, насколько я знаю, тренер по футбольной технике. Много кадров, Руслан у нас очень крутые штуки делает с рейками, с эклипсами, клиперами, спин-мэджики эти всякие. Короче, очень круто, очень много кадров с его учениками, где он показывает, чему научились они у него. Вот, сослуженный Шее. Третье место в топ-10 инстаграмов. Руслан, мы тебе желаем удачи, развивай свой аккаунт и, возможно, не за горами ты войдешь уже в десятку лучших инстаграмов среди фристайлеров общей сложности. На втором месте человек, отобравший корону у самого Саши Павлова в этом году на РФФК. Iron Man 2016, Аксель Мутлу. 11700 подписчиков у Акселя. За последнее время у него довольно-таки много было публикаций, но это связано с тем, что я вижу контент от Adidas, репозы из других страничек. Ну, в принципе, конечно же, интересно, но хотелось бы более активное, чтобы были кадры из тренировок, возможно, какие-то фотографии. Но, сам понимаешь, возможно, даже из жизни кому-то будет интересно посмотреть, чем Аксель занимается помимо фристайла, какие у тебя увлечения и тому подобное. Поэтому подумай над этим, может быть, кто-то тебе напишет после этого, а может быть, нет. Смотри сам, с такими темпами были бы неплохие результаты. На данный момент второе место, 11700 подписчиков. Вот такими семимильными шагами мы пододвинулись уже и к первому месту. На первом месте 100%, если я спрошу, никто никогда не угадает, возможно. Нет, я уверен, что никто никогда не угадает. Фристайлеры знают его очень давно. Многие фристайлеры не знают его совсем. Его знают те, кто увлекается панной уличным футболом. Да, ребята, это человек, который двигает движение уличного футбола уже очень давно. У него очень крутой инстаграм. И это Иван Сопрыкин, Ака Бизекс. Тут 40200 подписчиков. Целых 356 публикаций. Прилично, но можно и больше. Очень интересно, в принципе, да, интересно, те, кто следит за этим движением. Реклама от Найка. Ну, как мы знаем, у нас Ваня атлет Найк. Вот у него тут стритфутбол, стритфутбол плеер. Команда стритмэднесс, стриткингс, между прочим, стриткингс, это Эдвард Ван Гиллс. Не кто-то, не кто-то, а сам Эдвард. Если помните, да, Ака 3000, Изи Хитман, это все вот оттуда, Ван. Найк, Джишок и Кока-Кола Атлет. Очень приличные достижения. Ваня очень давно фристайли в уличном футболе. Респект и уважение двигает эту тему дальше. 40200 подписчиков, крупная цифра. Я думаю, что ближайший преследователь Аксель может, в принципе, постараться. Но это займет немалое время, поэтому еще раз респект, Ванек. Двигай свою тему дальше, это все очень круто. Вообще ситуация такова, что наши фристайлеры, ну вот за исключением, да, некоторых, которые занимаются раскрыткой инстаграма, вообще забивают на это. То есть ведут его как личный аккаунт для, скажем так, просто сохранения каких-то запоминательных, важных моментов. Можно видеть огромнейшую разницу между фристайлерами зарубежными, нашими по количеству подписчиков, по количеству лайков. Не знаю, с чем это связано. Социальные сети это интересная штука, ее можно анализировать очень долго и к однозначному выводу все равно мы не придем. Поэтому, ребята, что вы думаете по этому поводу, почему у нас, у наших фристайлеров так мало подписчиков, почему у иностранцев так много, и почему они так быстро раскручиваются, почему это заходит обычным людям, почему на Сиана подписано почти 2 миллиона человек, а у нас на, допустим, интересного фристайлера, такого как Аксель, да, или очень перспективный фристайлер, почему на него подписано всего 10 тысяч человек. Что вы думаете? Смотрите, вот здесь вот пишем внизу в комментариях, смотрите это видео, смотрите предыдущее видео, ставьте плюсы, лайки, рассказывайте друзьям и подписывайтесь на канал в Ютубе, в Инстаграме и, конечно же, ВКонтакте. Всем спасибо, что смотрели это видео, до скорых встреч, Ютуб-аккаунты уже скоро.